Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. В Казанском автобусе прямо во время движения загорелась кабина водителя. 23 января в автобусе 35 маршрута произошло возгорание прямо во время движения. Известно, что сообщение о возгорании поступило в 12 часов 46 минут. В автобусе, находящемся возле дома 114 по улице Декабристов, загорелась кабина водителя. Пожарные прибыли на тушение уже через 5 минут. Пассажиры к этому времени успели покинуть салон автобуса. Спасатели МЧС отметили, что выгорел один квадратный метр автобуса. Пострадавших нет. На Невском заводе электрического транспорта началась сборка трамваев для Санкт-Петербурга. Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта ПК «Транспортные системы» приступил к сборке новых трамваев для Санкт-Петербурга. Речь идет об 11 двухсекционных трамваях 71-923М «Богатырь-М» и двух трехсекционных трамваях 71-931М «Витти-7», 32 единицы которых успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге и еще 390 в Москве. Первыми из данного заказа будут готовы двухсекционные вагоны модели «Богатырь-М». Кузова четырех трамваев прошли покраску и первичную сборку на Тверском механическом заводе электротранспорта и доставлены на Невский завод электрического транспорта имени Пероцкого в Санкт-Петербург для финальной сборки. Установка тележек, двигателей, сидений, электрооборудование, обустройство интерьера, прохождение обкатки и тестовых испытаний. Санкт-Петербург стал первым городом, куда будет поставлена модифицированная модель двухсекционного трамвая 71-923М «Богатырь-М». Впервые его представили общественности на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019». В сентябре 2020 года машина успешно завершила тестовую эксплуатацию в городских условиях в Челябинске, а в октябре в Череповце и получила самые высокие оценки эксплуатирующих организаций и положительные отзывы местных жителей. Трамвай «Богатырь-М» является модификацией уже знакомого жителям Санкт-Петербурга трамвая модели «Богатырь», который город закупил в 2017 году. По сравнению с первой модификацией, новый трамвай получил обновленный дизайн интерьера и экстерьера. Длина кузова увеличилась на 40 см, что позволило увеличить пассажировместимость и установить дополнительные места для сидения. В салоне улучшена система информирования пассажиров и система звукоизоляции за счет новых материалов отделки. Увеличено количество динамиков и видеокамер. USB-розетки перенесены с поручни в сидения. Установлены двери прислонно-сдвижного типа и новый медиакомплекс с увеличенным разрешением и диагональю. Для удобства водителя в кабину интегрировано новое эргономичное кресло с панелью управления на подлокотнике, а также педаль безопасности, которая позволяет обесточить трамвай в случае необходимости. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена откидная аппарель. Место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя. На трамвае этой модели установлена наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Система активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном – счетчик пассажиропотока. Для нашей компании Санкт-Петербург играет особую роль, ведь именно здесь появились первые трамваи «Богатырь». И в ближайшее время город станет первым, где появится усовершенственная версия этого трамвая – «Богатырь-М», собранная на Невском заводе электрического транспорта, комментирует президент ПК-транспортной системы Феликс Винокур. Когда-то трамвайная сеть Санкт-Петербурга была в Книге рекордов Гиннесса, как самая длинная в мире. И мы рады, что и сейчас власти города уделяют особое внимание развитию сети и обновлению подвижного состава. Жители Санкт-Петербурга получат комфортный, долговечный, самый современный и безопасный транспорт. Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие со стороны городских властей и в будущем планируем представить другие наши инновационные разработки. Напомним, что тендер на производство 13 трамваев для Санкт-Петербурга 28 октября 2020 года выиграл Тяжпром Лизинг, который заключил контракт на производство и поставку подвижного состава с ПК-транспортной системы. За последние 5 лет ПК-транспортной системы поставило в Санкт-Петербург 45 трамваев, 10 модели 71-931 «Витязь», 3 модели 71-923 «Богатырь» и 32 модели 71-931 «Витязь-7». Кроме того, компания поставила в город на Неве 87 троллейбусов «Адмирал», линия по конечной сборке которых открылась на Невском заводе электрического транспорта имени Пероцкого в сентябре 2020 года. В Брянске обещают наладить движение автобусов до полуночи. Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел совещание по развитию пассажирских перевозок и совершенствованию маршрутной сети областного центра. На сегодня в Брянске действует 102 маршрута регулярных пассажирских перевозок, 43 по регулируемым тарифам, обслуживаемым муниципальным транспортом, и 59 по нерегулируемым тарифам, по которым возят маршрутки. На 10 маршрутах выберут одного перевозчика на каждый, номер 34, 36, 42, 44, 45, 49, 55, 69, 76 и 99. При этом схема движения останется прежней. Однако они будут ездить по расписанию, а не по интервальной системе, как сейчас. Также они появятся в системе «Умный транспорт». То есть пассажиры, установив приложение на мобильное устройство, в режиме онлайн будут видеть движение этих маршруток. Пять маршрутов будут отменены вовсе, номер 10, 28, 38, 47 и 88. Их заменят на муниципальные автобусы. Руководители муниципальных транспортных предприятий, автобусного и троллейбусного, уверяют, что готовы к эффективному обслуживанию линий после ухода дублирующих маршрутов. Глава администрации Александр Макаров выразил мнение, что после отмены маршруток пассажиры заметят разницу в сторону улучшения. Закрыт участок Калужской-Рижской линии от станции Новые Черемушки до станции Беляева. Участок Беляева-Новые Черемушки Калужской-Рижской линии метро закрыли в период с 23 января по 7 февраля 2021 года. Движение будет только от станции Новые Черемушки в сторону центра и от Беляева в сторону Новоясневской. Через этот участок прокладывают тоннель строящейся Большой кольцевой линии метро. Южный участок БКЛ планируют достроить к 2022 году. Его протяженность составит 9 километров и будут доступны 3 новые станции улица Новаторов, Воронцовская и Зюзина. По прогнозам Департамента транспорта Москвы, после ввода южного участка БКЛ станция Калужская станет свободнее на 40%. Калужская-Рижская линия разгрузится на 15-18%. А при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию можно будет экономить до получаса. Вдоль закрытого участка организовали работу наземного транспорта. Бесплатные автобусы КМ будут курсировать с остановками у станции Беляева, Калужская и Новые Черемушки. До самых южных станций Калужской-Рижской линии можно будет также добраться через Серпуховско-Тимирязевскую и Бутовскую линии с пересадками на бульваре Дмитрия Донского и Новоясневской. Также до многих пунктов назначения, расположенных неподалеку от закрытого участка Оранжевой линии, получится добраться на наземном транспорте от станций Чертановская, Кантемировская, Юго-Западная и Тропарева. С построением маршрутов в этих зонах помогут дежурные инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра в электростале. ЧП произошло на улице Тивосяна около дома номер 26, 21 января в 8-10 утра. По последним данным пострадали 10 человек. Рейсовый автобус маршрута номер 8 врезался в угол кинотеатра «Современник». В салоне находилось 20 человек. На месте ЧП работают 8 бригад скорой помощи. По предварительной версии водитель не справился с управлением. Все обстоятельства случившегося уточняются. Прокуратура электростали начала проверку. Ветераны Великой Отечественной войны смогут три дня пользоваться транспортом Петербурга бесплатно. В Санкт-Петербурге на протяжении трех дней проезд на общественном транспорте будет бесплатным для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Бесплатный проезд на городском транспорте является частью программы, посвященной 77-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Соответствующую информацию сообщил КМИТ по транспорту Петербурга. Так, с 26 по 28 января ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно передвигаться по улицам Северной столицы. При этом безденежный проезд будет осуществляться для перечисленных категорий граждан как в наземном транспорте, так и в метро города. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет предъявить удостоверение, подтверждающее статус ветерана Великой Отечественной войны. При этом его гражданство и место жительства значения не имеет. Пассажиры жалуются на работу валидаторов в общественном транспорте Череповца. На данный момент в Череповце 75 водителей работают на линиях в автобусах с валидаторами. Каждый день они проходят инструктажи, на которых разбирают нештатные ситуации. Ведь теперь водитель еще отвечает за оплату, а в нештатных ситуациях много. Самая распространенная – карта в стоп-листе. Попасть карта в стоп-лист может по нескольким причинам. Например, в прошлый раз, когда человек пытался ей расплатиться и на карте не было денег, карта сразу же попадает в стоп-лист. Произошел какой-то сбой в банке – карта снова в стоп-листе. Вторая распространенная проблема – карта не читается. Валидатор выдает ошибку. Как с этим бороться, пока не ясно. Оборудование еще до сих пор настраивается. Но это тоже не является причиной для бесплатного проезда. Надо будет заплатить водителю. Также у водителя необходимо оплачивать проезд, если у вас только наличные деньги. В Петербурге выбирают логотип транспорта Санкт-Петербурга. Конкурс на выбор логотипа общественного транспорта Санкт-Петербурга переходит в новую стадию. Теперь петербуржцы могут оценить и проголосовать за один из пяти логотипов, выбранных в жюри. Итоги интернет-голосования будут учтены членами жюри при определении победителя конкурса. Логотип номер один – это лаконичный знак с узнаваемой городской гербовой архитектурой. Многоуровневое смысловое наполнение позволяет оперировать различными ментальными образами, обращаясь к широкой аудитории, и визуально приближает этот символ геральдическим образом. В основе второго логотипа лежат несколько ключевых элементов. Буква «П» – Петербург, находится внутри буквы «Т» – транспорт, начертания которой созданы в виде классического символа «Т», состоящего из трех вертикальных линий. Стилистика символа отсылает к максимально упрощенной форме колонн Адмиралтейства – одной из архитектурных доминант города. Третий логотип доказывает, что новый логотип транспорта Санкт-Петербурга – простой, но понятный и узнаваемый любым жителям Петербурга знак. Он готов к использованию на любых носителях и в любых условиях. Четвертый логотип, знак и его альтернативные версии сочетают в себе несколько образов – схематичные транспортные маршруты, перекрестки, дорожные развилки, которые вместе складываются в четырехконечную путеводную звезду. Простота графической части символизирует легкость перемещения по городу на общественном транспорте и благодаря своему цвету ассоциируется с многочисленными реками и каналами. Логотип номер пять – блок из стилизованных скругленных кириллических букв «Т» и «П». Буква «Т» стилизована под стрелку, направленную вверх и вправо, символизирующую движение вперед. Контур буквы «П» схож с силуэтом корпуса наземного общественного транспорта. Надпись «Транспорт Санкт-Петербурга» достаточно разрежена и набрана прописным начертанием. Это сделано для максимально быстрого прочтения логотипа за счет единообразия высоты букв и их пропорций. Голосование продлится до 26 января на сайте ГКО «Организатор перевозок Санкт-Петербурга». Поделитесь в комментариях, какой логотип понравился именно вам. Эксперимент по оплате проезда без кондукторов в пермских автобусах перенесли на 1 февраля. В прошлом году Департамент транспорта Перми планировал провести эксперимент по оплате проезда без кондукторов на маршруте номер 80. Однако этого так и не произошло, проект не прошел согласование. В пресс-службе Дептранса сообщили, что в ходе подготовки к запуску эксперимента были проведены организационные мероприятия, утверждена нормативно-правовая база и проверена техническая готовность. Эксперимент планируется запустить в этом году. Из него был исключен период новогодних каникул, так как он непоказательный. По информации, тестирование системы стартует с 1 февраля на маршрутах номер 80 и номер 4. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok